Я благодарен за приглашение на такую авторитетную площадку и считаю, что совместное заседание высшего горного совета и расширенная торговая промышленная палата образует такую площадку уникальную, которая позволяет находить интересные достаточно решения, которые я уверен послужат на то, чтобы мы укрепили собственные позиции, все-таки продолжали работать над их укреплением. Я отнесусь, с вашего позволения, отвлекусь от своего доклада, тем более, что председательствующий нам поручил всем дал вводную не повторяться. Здесь были системные достаточно выступления. Я хочу сказать, что мы, то поколение, которое немножко помоложе, как выразился председательствующий, глубоко скорбим по поводу развала Советского Союза и высоко очень ценим наследие Советского Союза. На котором, как выразились, сегодня мы почуем, находимся сегодня, используем, эксплуатируем, как угодно. Но, на мой взгляд, все-таки за 20 лет последних, которые руководит наша страна и наш президент, нам тоже кое-что удалось сделать и запустить новые, новейшие, самые современные конкурентные проекты, которым противостоят сегодня путем неконкурентных совершенно решений, то есть введения против нас санкционной политики, западные партнеры. И сегодня наша страна и перед нашей экономикой стоит сложнейшая задача за последние несколько десятилетий, противостояние этим жестким достаточно санкциям. Я давно, ну там с 15-го года, с 14-го называю санкции методом неконкурентной борьбы, попросту вытеснение. Мы это наблюдали в начале 90-х в области авиации, затем в космонавтике, эти сферы мне немножко ближе. Мы видим, что и в атоме очень непросто, но то, что сделано, наверное, этого сегодня недостаточно. Нам нужно форсировать события, в первую очередь, связанные и работу, направленную на полную импортонезависимость, или, я бы сказал, даже не то, что импортозамещение, а импортоопережение. Над этими задачами нам всем нужно сегодня работать. Я понимаю по поводу кризиса в головах и соглашусь с моим коллегой Кобылкиным о том, что кадры решают все. Нам, безусловно, нужно совершенно сейчас определить другие подходы. И я очень надеюсь, что площадка, на которой мы сегодня с вами встретились, даст соответствующие предложения, на которые, например, мы в своей деятельности, в том числе политической, я представляю нашу такую партию, на которую опирается президент, в том смысле, что она ведущая политическая сегодня сила страны, Единая Россия. Мы будем признательны, если вы дадите нам какие-то наработки. Я полагаю, мы с Сергеем Михайловичем сможем консолидировать здесь позиции и, опираясь на них, дальше продолжить или начать, может быть, ускоренное развитие. Геннадий Иосифович, я очень рад вас видеть, и мы с вами неоднократно уже встречались на больших дискуссиях, площадках. Давайте, я с Дмитрием Николаевичем, у нас пленарное заседание, через час мы еще раз переговорим, запланируйте, как у вас будет время, мы вас примем. Я первый зам в Комитете по экономической политике, он, соответственно, по природным ресурсам, я полагаю, на стыке как раз мы и посмотрим, что можно будет сделать с законодательством, о котором вы говорите, в частности, закон о нефти. Понятно, что сегодня основные проблемы абсолютно нарушены логистические цепочки. Наша задача сегодня переориентация с точки зрения рынков сбыта. Я бы очень хотел и активно ратую, как лидер проекта «Локомотив Роста» в партии, за то, чтобы мы все-таки не поменяли поставщиков, а все-таки начали производить самостоятельно. К сожалению, многие компетенции за два, два с половиной десятка лет мы потеряли, но я считаю, что умы, ученые, гениальные, земля наша богата на людей, не только на ресурсы и полезные ископаемые, все-таки найдут пути, а мы, как государство, постараемся сформировать комфортное законодательство и те условия, в которых было бы комфортно расти и развиваться. Понятно, что есть проблемы с комплектующими, их сегодня почти нет. Понятно, что есть большие вопросы к тем программам импортозамещения, которые до сегодняшнего дня были реализованы в отрасли. Понятно, что остаются проблемы с софтом, ОСУ, микросхемами и так далее, но я думаю, дорогу оселит идущие. Сегодня мы полны решимости, народ поддерживает те решения, которые были приняты последние несколько месяцев нашим руководством. Поэтому я думаю, что объединив усилия, мы все сможем достичь желаемого результата. Поэтому я позволю себе остановиться на этом выступлении в рамках регламента. Спасибо за предпринимательство. День здравия, огромное спасибо. Из первого настроя вашего, вы молодой, настрой соответствует тому, что мы когда-то переживали в ваши, может быть, или младшие годы. Я позволю себе два-три тогда политических аспекта тоже вам вернуть, поскольку вы в политическом органе, вы правильно это подчеркнули, не в сверхоперативном, но все-таки в органе, который сейчас на острие взглядов всех нас. Ну, нас это не нас, профессионального сообщества, а нас это в широком смысле слова, страны. Вот как человек, побывавший в политике тоже, и 8 лет отдавший чистого времени политике, да, в перелом. Я имею, надеюсь, право. Выглядите, что? Обратить внимание, я бы пытался через вас передать. У нас в парламенте, ну, просто несколько человек, точно соответствующих времени, квалификаций, ну, вот только что вы ссылались на одного представителя комитета, нашего коллегу, губернатора бывшего Ямала и так далее. Там, ну, минимум пятерка, а то и больше, может быть, я кого-то еще и не знаю. Поэтому огромная просьба, вы там между собой-то по горизонтали теснее работайте. Это первое. Второе. Поверьте моему глубокому опыту и думаю, что, значит, глубокому убеждению, что скажу сейчас очень важное, хотя общая фраза будет. Законы сейчас не так важны, как механизмы реализации какой-то цели. Потому что, как только сейчас звучит, что парламент принял столько-то законов, поверьте, у меня, как у профессионала, я думаю, что у большинства населения страны вызывает это отторжение. Потому что не количество законов, а механизм реализации. Потому что если нет механизма реализации, нет результата, то вы дискредитируете цифры законов, которых вы принимаете. То есть сами себя по полной схеме. Поэтому над любым законом, простеньким, маленьким, большим, кто выполняет, каков механизм и какая там ответственность за результат. Если этого нет, ну не принимаете ли вы, что ли? Огромная просьба. Вот самый главный политический не совет даже, а как гражданина России, даже требование, как один из ваших избирателей. Учтите. Даже так я бы сказал. Секундочку. Теперь я абсолютно солидарен с вами. Так и мы это много раз подчеркиваем, что с 20 лет мы колоссально сделали шаг вперед. Колоссальный. Но все-таки еще, еще раз надо смотреть. Горные отрасли практически все перекрыли показатели 90-го года. В том числе по эффективности. Не только по валу. Но так вы же смотрите на другие, это отрасли. И я вам докладываю, что от сельского хозяйства, которое мы нахваливаем, уж до машиностроения я не говорю, там до станка строения, они на 50% не перекрыли. Поэтому надо как бы здраво так, знаешь, здрагивать. Поэтому мы точно видим, а некоторые отрасли перекрыли, мы точно видим большие сдвиги. Но именно сейчас перелом, когда мы об этих сдвигах должны говорить, они видны. Но, значит, давайте акценты-то, вот именно сейчас, измените, не в года, а в месяц-два, изменить акцент нужно. 90-е да и 90-е нет. Так перекрыл, не перекрыл. Авиация. Хорошо, что она вам близка. У нас авиастроение, вы наверняка раз близки, то лучше меня это знали, а я взял все справки и проконсультировался с теми, кто вел ее, эту отрасль когда-то. Она у нас была, ну как говорят, ну первый, второй, третий по ряду показателей. То есть она не была 33-й в мире. Но так же, как у Ралмаш, у нас был гигант, которому в Китае завидовали. Развалился на кооперативы, потом его собирали в 2000-й час и собрали, но он выпускал 300 буревых, а сейчас 30. Поэтому не Запад виноват в авиастроении. А мы сами взяли и пошли по пути покупки Боингов, а не развития своего. Секундочку. И это, извини, вот я даже сейчас говорю не как председатель высшего горного совета, профессионал, а просто как избиратель. Верните себе-то, встряхнитесь. Импортозамещение, значит, вещь очень важная под сегодняшний день в следующем. Ну просто как Татнефть надо проанализировать по всем отраслям. Мы же все сразу правильно, Сергей Михайлович сказал. Мы вообще производить все не будем никогда и не надо. Но надо точно определиться, где в нейтральных или дружественных, и незачем сейчас пока производить. А где в недружественных, когда мы должны перекрыть. Так вот, такого жестокого анализа по отраслям все еще нет. Ни один наш эксперт, сидящий здесь, все еще не может доложить, что он поучаствовал и квалифицированно сказал. Вот в этой отрасли точно до слез сказали, вот эти пять надо вот так, эти 55 отнесем там на 23 и далее. А без градации получается не кулак. Без градации первое, второе, пятое. Ну и последнее, значит, поменять поставщиков, внутренняя переделка. Да, вы правы. Вот Татнефть, я же привел пример. Она смогла, и это же не за день, это же десятилетия работы. Девяностые тяжелые, десятые. Они смогли, а другие не смогли. Давайте градуировать и морально, и материально в эти подходы. Давайте создавать тогда той же Татнефти чуть ли не большую преференцию, поскольку она смогла вчера еще. И давайте тогда это так и делать. Поэтому я бы просил вас обдумать по горизонтали. Мы рассчитываем, что вот этот ваш состав, вот от вас, молодого, энергичного и вполне, значит, отвечающего духу, который мы хотели бы, чтобы там был. И до моментов, когда вы сами, вы это уже не вылично, а по горизонтали от работов, должны повлиять. Просто, слушай, жестоко должны повлиять. Сейчас наверняка будут подряд слушания про правительственных органов, там, министров. Ну, не надо ругаться, надо задать грамотный вопрос 50% успеха. Ну, задайте правильный вопрос, 90-й, не 90-й. Потому что за 20 лет, минус главный, мы получили финансы, сделали сдвиг, минус какой? Привыкли делить финансы, а не создавать результат. И когда какое-то министерство разделило деньги, но не отвечало десятилетия за результат по этим деньгам, то вот это и есть огромная проблема. Политическая, кстати. Она чисто политическая. Я попытался сказать вам политические аспекты через свое восприятие сегодняшней жизни. Да, конечно, дискуссия же. Позвольте, полторы минуты буквально. Ну, давайте так, смотрите. По авиации на 90-й год 38% авиаперевозок в мире мы контролировали. За счет чего? За счет производства собственных машин и за счет того, что у нас был соцлагерь. Соответственно, в начале 90-х нас выдавили соответствующие ассоциации путем повышения требований к шумовым и экологическим и так далее. Таким образом обрушили и принудили наших, смогли, ну, получилось им, короче говоря, заставить наши авиакомпании приобретать соответствующие западные образцы. Сегодня нам нужно учитывать просто эти уроки. Что касается сельского хозяйства. Вы знаете, вот когда Валерий Афанасьевич Язев был вице-спикером, а председателем Государственной Думы был Борис Вячеславович Грызлов, то тогда они командой приняли такое решение уникальное, которое как раз в 2014-2015 годах нам помогло наладить импортозамещение в области сельского хозяйства. Ведь сегодня мы по пшенице номер один в мире и по ряду других культур. Я в этом не специалист, знаю цифры совершенно точно. И 90-е мы перекрыли с лихвой. Они приняли тогда закон, соответствующий, Гордеев был министром, о поддержке сельского хозяйства и подкреплили его тогда специальной государственной программой. И в течение 10 лет наладили импортозамещение. Мы сегодня можем за вот эти прошедшие 8 лет увидеть, что на полках магазинов сегодня большинство продукции отечественной находится, имея в виду сельскую сельхозпродукцию. Я имею в виду. И кроме того, вот вы говорите по поводу делить средства, потребление и прочее. Конечно, нас после 90-х, начиная с 90-х, я знаю, я читал там вашу биографию, вы заняли принципиальную позицию, будучи министром по поводу залоговых аукционов и прочее. Таких министров было немного. Ну извините, в 90-е бы принимались решения огольные, да, которые сегодня часто мы как бы получаем результат, он оттуда идет и тянется. А та западная культура и западные ценности, которые нам навязывались последние 2,5-3 десятка лет, о том, что культура потребления и прочее, прочее, ну так вот, наконец-то сейчас час икс наступил. И наша задача как раз таки определиться, кто стоит, кто где. Во-первых, за то, что вы не сдаетесь, имеете характер, это отлично. Во-вторых, я очень советую, все равно, что я сказал, это не для красного словца. И вот через одного человека сидит Юрий Николаевич Малышев, один из тех, с кем, ну не один из тех, а Анатолий Борисович. Анатолий Борисович, вот, яркий пример, который 20 лет потратил больше на то, чтобы из полного дерьма вытащить угольную промышленность. Работало 900, сейчас работает 150 тысяч. Добывают больше, экспорт был полтора миллиарда, сейчас 15. Заметьте, отрасль была в полном дерьме. Вот, вытащили. Через, ой-ой-ой, какой подход. А вы мне рассказываете про то, что авиастроение сдалось просто так. Я вас могу одно сказать. Нас так хорошо учили, что я бы вас размазал в лепешку за 10 минут. Поэтому, поэтому, какая дискуссия? А не смогли? А авиаторы не смогли. Все, дискуссия закончена. Бери мешок, иди домой. Вот, подержи. Мы сможем. Услышь, пожалуйста, вашим, вот, вы, яркий образец нового поколения, хорошие, нормальные, нацеленные, не битые. Меня бы даже не слушали на СовМИН, если бы я начал объяснять, почему мне надо Боинг, а не надо поднимать движки свои с шумами, понимаешь? Ну, снижение шумов. Так вот и все, и возвращаю вам. Вот этот и подход. Вот. Добро. Я, во-первых, еще раз благодарю вас. Искренне вас я вижу. Здоровое, вообще, самое здоровое начало, какое только возможно. Но огромная просьба. Все. Но объявлено же экономическое минимум. Вообще война. Ну, так вот. Вы что думаете? Все. Фразеологию изменить, подход изменить. И советую вам не объяснять, почему авиаторы легли и лапки подняли. Шахтеры? И вот они, два человека, которые вытянули. Понимаешь? Пожалуйста, огромная просьба. Так, слово Сергею Викторовичу. Спасибо. 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 Спасибо.